Новый день! С вами встречает утренний фреш. В этом выпуске я, Александр Лупиненко, расскажу о некоторых интересных фактах, которыми пестрит всемирная паутина, а также познакомлю с другой полезной информацией. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok В продолжение темы. Не менее насыщенной будет и программа «Библионочи». Она развернется в интерьерах областной библиотеки. В арт-кафе литературно-музыкальный салон порадует стихами, мистическими рассказами, фантазийной музыкой, балладами и романсами. Есенинская осень увлечет любителей классической поэзии. В программе также литературный торнадо, тематические экскурсии по экспозициям, ярмарка, продажа изделий ручной работы ведущих мастеров нашего города. Интересно проведут время и любители любоваться звездами. Их будут ждать на площадке ArtSpace. Книжный «Млечный путь» проведет в мир лучших произведений иностранной художественной литературы. Для тех, кого влечет магия денег и право, организуют работу интерактивной выставки и тематический мастер-класс. Частью «Библионочи» также станут театрализованные презентации новых книг известных гомельских ученых. Стать участником этого действа можно 15 сентября с 18 до 21.00 в библиотеке имени Ленина. Далее немного поговорим о технологиях. Впервые в истории искусственный интеллект научили генерировать идеи для бизнеса. Автор идеи, разработчик приложения, решил обратиться за помощью к искусственному интеллекту из-за нехватки собственных идей. По замыслу, приложение должно было генерировать новые идеи и анализировать уже известные проекты. Сейчас известно, что среди наиболее ярких идей, выработанных приложением, представлена соцсеть для удаленных работников, сервис по выявлению финансовых трудностей у друзей, а также идея создания приложения, которое поможет найти общий язык подросткам с родителями и учителями. Эксперты назвали признаки, которые указывают на то, что смартфон в скором времени придется менять. Если гаджет сильно нагревается, даже если им в данный момент не пользуются. Второй тревожный сигнал — вздутие батареи смартфона. Это делает его эксплуатацию уже небезопасной. Также к неисправностям, которые указывают на предельную усталость гаджета, относят появление полос на экране и долгая загрузка приложений. О братьях наших меньших. Заботливый хозяин всегда заметит, если у его питомца неожиданно изменилось настроение. При этом не стоит сразу же начинать переживать за его здоровье. Характер и привычки любого животного уникальны, поэтому причину прежде всего стоит искать в недавних изменениях. Так что же может заставить собаку грустить? Немногие хозяева задумываются, что их питомцы могут смотреть сериал или передачу вместе с ними. И если резко прекратить просмотр, пес расстроится. Недомогание кого-то из членов семьи также может испортить собаке настроение. Еще одна из причин — временный отъезд одного из хозяев. Разлуку питомцы переносят довольно трудно. И еще один неожиданный повод для груди собаки — это изменение ее рациона. Ведь животные любят вкусно и много есть. Породы собак с длинной шерстью очень популярны. И если вы решили стать владельцем пушистого защитника, то присмотритесь к следующим вариантам. Шерсть представителей породы Шит Цу позволяет экспериментировать с их внешностью. А вот наличие в доме бородатого Коли станет поводом для генеральной уборки минимум дважды в год. Многим может нравиться, когда шерсть собаки породы Боб Тейл закрывает глаза. Но стоит взять на заметку, что представители этой породы склонны к доминированию. Померанский шпиц. Эти собаки кажутся намного больше, чем они есть на самом деле. Они требуют особого ухода, поэтому такого питомца частенько придется водить на стрижку. Еще одна порода с кокетливой челкой на глазах — южно-русская овчарка. С учетом шерсти эти крупные собаки смотрятся настоящими гигантами. Однако заводить такого пса стоит только в том случае, если вы уже опытный собачник. Смотрите в эфире телеканала «Беларусь 4 Гомель» передачу о вопросах здоровья тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет на среднюю продолжительность жизни в стране и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации — профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал сегодня в 19.30. По вечерам со вторника по пятницу смотрите в нашем эфире программу «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь 4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность провести весь вечер семьей у телеэкрана. Сегодня в нашей рубрике «Есть вопрос» медиатор и адвокат Анна Журавлева расскажет о возможностях раздела совместно нажитого имущества супругов в случае расторжения брака. Хотелось бы отметить, что имущество, нажитое в период брака, является общей совместной собственностью супругов, независимо от того, на кого данное имущество зарегистрировано. И в случае распада семьи, либо по иным причинам, которые возникают у супруга, возникает необходимость раздела совместно нажитого имущества. Кодексом о браке и семье предусмотрено, что имущество, нажитое в период брака, подлежит разделу в равных долях, если иное не предусмотрено условиями брачного договора. И как раз-таки брачный договор является соглашением супругов, которым они могут предусмотреть иной по сравнению с законодательством порядок раздела совместно нажитого имущества, как в период брака, так и после его расторжения. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, и он может быть заключен как лицами, вступающими в брак, так и лицами, которые уже находятся в браке с супругами, вплоть до расторжения брака. В случае, если возникла необходимость у супругов, либо уже бывших супругов, разделить совместно нажитое имущество, то они могут обратиться в нотариальную контору для заключения соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Но данное соглашение может быть заключено при условии, если все вопросы, связанные с разделом имущества, были оговоренными супругами и согласованы. Как правило, суд разделит имущество между супругами в равных долях, однако вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом останутся неразрешенными, что породит возникновение новых конфликтов. Поэтому наиболее экологичным является вариант раздела имущества путем участия супруга в процедуре медиации, где они могут принять решение, которое будет устраивать их обоих, в отличие от судебного решения, где, как правило, кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Какой же из вариантов раздела совместно нажитого имущества будет предпочтительнее в вашей ситуации, вы можете решить, проконсультировавшись с вашим адвокатом, либо участвуя в информационной встрече с медиатором. Это был Утренний Фрэш, я Александр Лупиненко. Желаю вам улыбок, окружающих вас людей и только хорошего настроения. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова